когда на море планируешь вообще ну я думаю может быть завтра точно на прочность кому-то . тоже есть хороший рецепт соль ванна его тебе море и лиман весь этот комплект в днестровском лимане привет дружище ни с кем не здороваюсь никого не уважаю я с одной наглой шучу с нашими телезрителями здравствуйте приятного вечера всем будьте с нами и вы сегодня узнаете с каким праздником нужно поздравить официанта чтобы он свои чаевые вам отдал через какого события можно прийти в спортивом костюме в университете да и что нужно говорить если вас просят прыгать через костер какие-то бородатые дядьки на все эти и не только вопросы ответит программа которая не знает пока еще иван урган да но уже шепчутся в уголовном розыске эта программа ну-ка давайте ребята хором отрывной календарь молодцы вы на и мы начинаем отрывать друзья мои отрываем календарь у нас понедельник восьмое июля мы будем чествовать праздник который соберет за круглым столом любящую супругу назойливого соседа а здоровых сопливых детей кота марсика верного мужа всех нежданных кумовей стань ты бабушек дедушек ну не томи уже скажи скажу вам именно в этот день мы отмечаем все российские идеи семьи любви и верность знаете хоть и понедельник мы желаем вам всем провести этот вечер весь и семью вот как тебе продано вот кажется очень красиво сегодня начали нашу программу по семейному очень сильно надо добавить кого-то тебе еще фаты не хватало мы отрываем календарь у нас 9 июля вторник что же нам принесет в общем в 1938 году в магазины великобритании столица лондон и дзе капиталов а я там босс или поступили 35 миллионов противогазов впервые эти средства защиты кстати были предложены гражданскому населению василий вот ни капли меня это не 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 дергаю вот ты слышишь этот звук тишина полная из пищеварительной системы ты послушай внимательно так во мне звучит сегодня патриотизм меня разрывает только от того что что делать американцы не продают наш товар торгаши а кто придумал скажи мне вот так я буду же нас не придумал противогаз а шизоин кто я сказал не шизо не придумал я говорю шизо обращает нет вот скажи мне кто придумал противогаз друг мой любезный наш земляк вот он я вот специально сейчас на общак покажу видно надеюсь вот он николай зелинский изобрел противогаз америкосы продают я рад тому что я живу в этой стране молодец и тебя дополнить и с тобой согласится наш специальный корреспондент который ведет самую патриотичную рубрику нашей передачи я шагаю по странице широко шагая по стране с гордо поднятой головой мы проходили мимо старушек среди школ гимназии и наше внимание привлек памятник николая дмитриевича зелинского и это 9 июля именно в этот день в 1938 году в Великобритании начались продажи главного героя команды газы мы решили отправиться в дом музей где родился и рос наш великий соотечественник и помимо гениальных открытий в химии николай дмитриевич был большим модником николай дмитриевич зелинский не только изобрел противогаз но и начал носить бороду до того как это стало мейнстримом вернемся к пожалуй главному аксессуару армейских анекдотов противогазу что хотелось бы отметить о его первом открытии и величайшим открытии потому что открытие у него было много за всю его деятельность противогаз который был изобретен им в 1914 году с началом первой мировой войны имеет большое значение и сегодня спустя почти сто лет изобретение николая дмитриевича до сих пор служит верой и правдой вооруженным силам всего мира и преподавателям обожаем отрываем календарь у нас среда 10 июля есть два повода первые из них это то что 12 лет назад именно в этот день московская городская дума запретила всем жителям свистеть и петь эй ромала так делать и шуметь вот мы решили спросить у наших жителей знают ли они что запрещено после 11 лет после 11 запрещено брать камеру идти на съемку после 11 запрещено было тихо никому не мешать да никому не мешает сразу видно что в тебя соседей нет а ты чем занимаешься ночью работают подземелья но я не знаю что это было тихо никому не мешать да никому не мешать сразу лица не секунды стоим не стесняемся девочки чего вы станьте вот так чтобы каждый было видеть страна должна видеть своих героев то есть своих героинь громко слушать музыку кричать и так далее мешать соседям отдыхайте спать девочки здравствуйте как у вас дела отлично супер отлично по возрастающей распитие спиртных запитков он даже сказал как как протоколе прямо за что взяли распитие спиртных запит скажите пожалуйста а что запрещено делать после 11 ночи гулять а еще что ну кушать тоже точно можно после 11 запрещено шуметь слушать громко музыку а также создавать шум в общественных местах законопослушный гражданин здравствуйте буквально одну секунду я пить еще шуметь еще раз пить еще раз пить здравствуйте дорогие вы наши чем нельзя нельзя заниматься шуметь нельзя беспокоиться со сидений своим шумом так вас часто беспокоили было громко громко включали музыку громко да но не молодые здравствуйте вы знаете вот чем хорош хорош ваш наряд каждая машина останавливается и думаю что это предупреждающий спать а еще что серьезно александр александр расскажите пожалуйста что запрещено делать после 11 чтоб молодежь сейчас прям проснулась 2 спиртные напитки второй повод в этот день это то что в 1981 году вася отрывай пока календарь на военном морском флоте рыб оба сша еще а офицером запретили носить бороды нам бы с тобой точно бы запретили да мы же такие бородатые а я вот так обидно я вот только начал себе делать татуировку и стивена сигала вот это который как-то посмотрим немного на него очень часто спасаете мир у нас по волге ездит кораблик вы не могли бы перейдеться в повара и на этом корабле все если Елена Воробей ездит на этой лодке то тогда вам не нужен Кейси Райбек вам нужен Джек Воробей раньше в театрах во время очень скучной постановки для того чтобы разбудить уже засыпающего зрителя примере очень такой хитрый прием они брали обнаженную актрису и пускай ее по сцене мы решили взять это на заметку тем более есть официальный повод Артем в этот день 1985 году в журнале playboy не в твоем крокодиле а в playboy опубликованы фотографии обнаженной по звезды Мадонна Снова дождь рисует мне на заплаканном окне твой печальный силуэт Мадонна надеюсь вы тоже немного оживились так что мы можем продолжать уже наши взбодренные телезрители отрываем календарь у нас четверг 11 июля ну в этот день мы конечно же не идем а едем я с тобой согласен тогда Василий заводи потому что в 1984 году в Соединенных Штатах Америки объявлено что во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности слушай это на самом деле очень хороший повод сегодня пристегнуться и доехать домой и в кругу семьи отметить следующий главный праздник всех 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 сладкоежек в четверг у нас еще всемирный день шоколад и пока у кого-то что-то слепается мы увидим классную нарезочку но пока отрави хочешь пускай висит шоколадник наш опа какой цену у вас шоколад в день всемирного дня шоколада давайте мне а у кого на съемках звонит телефон Тимофей как ты будешь отмечать день шоколада день шоколада накупить килограммы шоколада тортов и отмечать от души можно и намазаться кстати хорошая идея позвонишь все счастливо есть самый дешевый что для тебя международный день шоколада ну наверно когда все едят шоколад с праздниками молодец смотрите программу пока две маленькие хорошие а еще на такое же скажи мне как ты будешь отмечать всемирный день шоколада буду кушать фрукты и овощи спонсорские деньги уходят в шоколад что ты пожелаешь всем людям которые собираются отмечать всемирный день шоколада пожелать 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 расскажите о полезных свойствах шоколада полезных свойствах шоколада в первую очередь что могу вам сказать полезных свойствах шоколада это он благоприятно очень сильно влияет на печень сейчас уважаемые телезрители увидим как из этого шоколада грызут и создают любовь подождите вы нам очень очень нужны как вас зовут настя дима давно вместе димой а что так три месяца три месяца вы знаете что сегодня мы отмечаем всемирный день с шоколадом мы хотим поздравить друзья мои что у нас есть и для тебя шоколадка держи и для тебя ты должен выгрызть пол сердечка и выпало сердечко договорились давайте мы даем вам ну на это зато минуточку дадим да минутка время пошло да пусть она грызет давай грязи все давайте ребята вы друг друга погрызете и все будет нормально ладно у наших телезрителей не получилось сердце мы зато поели шоколада вас праздником ребята всего хорошего друг друга шоколадный поцелуй это было действительно забавно спасибо вам за ответы но сегодня еще один праздник который объединит всех моих всех моих коллег ну не надо бы может быть числе но подожди счет на самом деле этот праздник тех людей кто освещает врачом тут батюшки боюсь ходить не причем я имел ввиду ну а тех людей которые как тебе вот объяснить вот у вас и данных людей светооператор да это его праздник есть 5 светооператор это его праздник то есть тех людей кто знает что такое праздник светлячков те кто умеет осветить 12 июля в пятницу есть ни при чем после 7 есть день художника по свету божьему отрываем календарь у нас 12 июля пятница это день святой вероники покровительницы фотографий и день всех фотографов но благо у нас каждый второй фотограф конечно это что у нас вся страна фотографов он себе купил самый дорогой фотоаппарат и ходит и все чё у тебя и пол лица не в кадре авторской это авторское решение ни разу не встречаются такие случаи она сначала покупаются фотоаппараты за 2000 условных единиц а потом потом учиться умение снимать за фотографию на 25 рублей ну в общем чем богаты теме рады 13 июля суббота выходные наконец-то приятный позитивный отдал какой выходной а что ты хоть да простят меня александр сергеевич пушкин и заведующий кафедры современного русского языка у нас не выходной у нас о уикен точно это в каменке дискотеке у нас клубы это в рыбнице охрана у нас секью это в дубосарах семья берется соседа и идут жарите в баранью ногу у нас это просто барбекю это в григориополе люди ходят в магазин за хлебом и селедкой у нас это просто ослабо здесь что происходит вот водка с пивом это у них ёршик у нас это пинакола это в днестровске неадекватных и умалишенных лечит у нас это гарлем шейк так у меня все василий скажи мне мой друг а витаминозный что нас ждет сегодня воскресенье тебе в этот день друг мой придется сушить потому что отрываем календарь смотри эта рука что делает опа волшебная правая рука левши говорит нам о том что в воскресенье у нас 7 июля праздник ивана купа гостром и костром и госуда и там люди бы сейчас дабстеп пошел расскажи мне как ты относишься к тому что ну есть такое поверье что нельзя купаться наши люди назло всем канонам православным канонам любым лезут в водоем знаешь почему лезет наш человек потому что у него есть главный вопрос внутри хочу будет ну сказано же нельзя купаться что это за привычка кому-то доказывать свою несостоявшееся интеллектуальное превосходство сказано же нельзя вот так и лезут со своим автозагаром понимаешь дебиля купается и нельзя и как итог либо два часа унижения в местном ув.д. по улице которая даже знаю либо плюс еще одна единица демографическом плане вот и горишь купаться хорошо ладно по это проехали но ведь еще одна есть огромная традиция это прыгать через костры вот он всосал даже до козра и возле ивана купала эти очереди в ожоговом центре через колеян прыгали зачем ты же понимаешь что у тебя уже литр нефильтрованного ну кому объяснить что через горящий мотоцикл ты навряд ли допрыгнешь до водой цистерны с водой зачем это делать пожарные конечно же не кстати это единственный день когда пожарные когда вот эти когда там допустим тревога и вот эта музыка орудь понимаешь за одну смену вот на ивана купала руки уже понимаешь стертая мозоль крутится граждане отдыхающие в общем будьте бдительны в этот день потому что так и получается ивана купала валеру сушила лёшу кормила и так далее о празднике ивана купала и от традиции в общем мы поговорим с директором тираспольского дома народных традиций и ремёсел черниенко лариса ивановна обладаем здравствуйте спасибо что пришли ничего не говорим потому что лучше у вас скажут ваши коллеги может быть уже и бывший вот посмотри вон там они видите ну что ж лариса ивановна мы возле вашего дома и сейчас мы узнаем что о вас думают ваши коллеги пойдемте смотри светлана петровна человек который знает все она встречает гостей всегда при входе что вы знаете о ларисе ивановне человек очень и очень хороший и внимательный и идет всегда навстречу сейчас мы узнаем что думает художественный руководитель о руководителе заходим добрый день как вас наказывает лариса ивановна если вы опаздываете на работу по-разному выговоры иногда делает много у вас выговоров так чуть-чуть она всегда даст совет зарплату даст конечно вовремя все как положено а вы что думаете о вашем самом главном начальнике смешной вопрос потому что это моя мама давай как работать под руководством мамы есть хорошие черты есть плохие конечно хорошие в любое время можно подойти и сказать что не получается в любом случае навсегда подскажет поддержит поможет но если свои нюансы выслушиваешь дома кто не прав кому что вылетает за всех но в принципе мы справляемся уже три с половиной года вместе работаем поэтому все хорошо хорошо здесь надо сюда устроиться понял тимофей лариса ивановна вот и ваш кабинет наверно скучает узнаем что там думают о вас человек который отвечает за звук и за громкость звука часто ли на вас и кричит лариса ивановна никогда какой на человек расскажите о ней добрейший она наказывает вас ну если заслужил он услужил не часто видите когда хороший руководитель хороший исполнитель это заместитель директора по госчасти сейчас узнаем что он думает о вас 5 положительных качеств ларисы ивановны доброжелательная вежливая творческий очень человек заботы с любовью относятся каждому сотруднику 25 негативных качеств 25 негативных не могу сказать ни одного негативного все положительные качества спасибо огромное татьяна чем вы занимаетесь я художник-оформитель каким цветом можно ее охарактеризовать как художница оранжевым оранжевым желтым ярким и сочным и красочным капелли капка сейчас узнаем что здесь поют а лариса ивановна а это великие люди здесь занимаются здравствуйте лариса ивановна в первую очередь это замечательная женщина добрый отзывчивый человек открытая душа ну и хороший руководитель лариса ивановна спасибо огромное вот смотрите с кем я сейчас говорил the best of the best звезды нашего региона занимается здесь студия восточного танца я и через просто как танцует лариса ивановна лариса ивановна вы знаете мы все ждем этого чуда когда лариса ивановна с нами выйдет на сцену станцию но пока что мы ее приглашаем сцену на пока с нами очень хорошо разговаривает говорит приятные слова подвожу итоги все ответы положительные ставим вам тоже пятерку вот что думают о вас ваши коллеги действительно приятно потому что ни одного плохого слова мы так и не услышали значит вы действительно хороший человек что вы скажете нам о великом празднике ивана купала и действительно как быть с этим поверьем что нельзя купаться до куда в этот день купаться в этот день да наоборот в этот день купаться нужно и ну и это день почитания бога огня и солнца огня и воды это вода в этот в этот день именно устраивались наоборот и купательские состязания и девушки пилы плели венки и бросали их воду и для того чтобы могли заплыв с бревном поплыл венок дальше значит очень важная тайна девушка в этот день в этот год выйдет замуж если приплыл к берегу значит не судьба утонул то выгодно бросать в море утонул то уже следующем году не участвуешь все травы обладали целебной целебной силой венки плелись из 12 16 трав вплетались именно в венок этот венок украшался цветными ленточками и вот каждая девушка снимала ленточку с веночкой завязывала на купалицу на дерево которое выбранное специально всей молодежью выбиралась и загадывалось самое заветное желание и обязательно оно сбывалось посмотрите как все изменилось сколько было ритуалов сколько всего нужно было сделать и как это было красиво и че новым разник а теперь что что будешь праздновать банку пола давай скидываешься кто же кто жжет покрышку мне мне нравится что тогда фитотерапия берет уже знаешь такое статическое начало да действительно ведь они видимо плетали особо сегодня гуляя звенком завтра завариваю себе чай чаючек все и бурщик зеленый ларис иванова чуть и сказал ларису иванову хочу кстати по поводу этой фразы часто вас доказывает может быть уже надоело вот когда он напоминает из фильмов ларису иванову на пяти десятилетия наш электрик он умеет петь на грузинском языке он выходил с цветами и именно эту фразу и говорил хочу ларису иванову я сразу понимаю у кого была премия на следующий месяц даже понятно когда кто был премьер иванов а какое слово на на грузинском он говорит когда его бьет только извините не знаю но обязательно спрошу чем сейчас живет ваше учреждение вы знаете это действительно дом дом для каждого работника это второй дом второй дом где мы проводим больше времени наверное нежели дома потому что мы работаем субботу воскресенье выходной день и да у нас понедельник и понимаешь что мы от работы сейчас человек преимущественно люди какого возраста у вас то нас 17 клубных формирований в нем занимается двести тридцать восемь участников от четырех лет и до измеи извините восьмидесяти лет чтобы посоветовать его допустим артем вот ваш да какие мне заниматься может действительно можно какой-то кружок определить можно как бы дайте ну театральный кружок наверное не к чему ты уже знаешь больше наших руководителей я был на некоторых постановках опять-таки эти бут-габ-гу очень важно важно в архитектуре этому не учат ну в какой бы кружок но наверное в ансамбль восточного танца подошел бы там очень хватает на сины в селе с традициями в этом плане намного проще ты эти никого не удивишь а вот в большом городе такой как терраспа мне кажется если живет вот что-то вот из народного из традиции мне кажется люди которые отвечают за это в том числе и вы лариса иванова исправляйтесь своим делом и это раз мы еще не зря пригласили тоже здесь надо пообщаться чтобы все узнали что есть такой дом нужно посещать ходить всегда говорила и говорю если ты хочешь чтобы твое дело было кому-то нужно это в первую очередь должно быть нужно тебе вот нам нужно от вас тепло расположение и гадания вы умеете гадать так ну да когда-то молодости все мы гадали в баре гадали решили как говорят я думаю настал тот момент всем нашим телезрителям артем увидеть нашу гостю великолепную ларис иванова новым для себя амплуа в новой роли до нашей постоянной рубрике а вам луа аплодики дорогие друзья если вы только что переключились на наш первый приднестровский телеканал я еще раз напомню у нас в гостях потомственная гадалка человек который знает что такое терц роздовольда и бэлла лариса ивановна здравствуйте еще она нам сегодня погадает на артем да и так вы гадаете на картах мы попросим нашего специального работника конюха густава конюха густавов дать нам карты вот он он подрабатывает в казино вот почему нам картишки придастся спасибо там кореевыми гарми и так вы будете гадать мне да это хорошо ну карты надеюсь новые потому что если им играли в покер дурака уже нельзя гадать на не а можно они скажут правду понюхать если они пахнут соляркой значит солдаты видно 10 то что карты новые поэтому в них дураки не играли покер честно можно ты не представляешь какое наслаждение что я не там ну молодой человек у нас неженатый да не же светлоглазый но дети есть поэтому мы ищем бубнового вальта я валят короче конечно валет бубновый на меня так тоже на районе герова это же посмотреть этот он похож на тебе да да что его ждать через полгода на личном против для меня главное чтобы вера брежнева ко мне вернулась как-то расстались нелепо все нормально было строить его вина всего нашего из-за чего она жила бендерах я в тирасполь я и звоню веры кто же знаешь что домой приехал ко мне там мои родители уехали она ведь не могу у меня денег на проект нет я говорю что на самом деле на троллейбус горючат приедет что с тобой меня взял покушаем что могу сказать окружает тебя много верных друзей но не здесь ждет дорога тебя дорога и в день и в ночь то есть в день это светлая дорога в ночь это немножечко не очень добрая красная ночь и работаю ночном клубе вот она шестеркой да я знаю но это наверное все твои друзья вокруг по поводу дороги он пешком будет идти что характерно именно так это уж смотря за сколько ему денег заплатите чтобы он что вызвал какую машину так ну и одно хочу сказать дом крестовой дамы тебя все-таки ждет поэтому дай бог слова кто она я тебе не скажу имя а по поводу работы карьеры что его ожидает через год карьеры тем очень творческий поэтому востребован в любом учреждении будет учреждение мне все время вызывать какие-то медицинские ассоциации когда пугает ремонт мне дома сделаешь ты же востребован вообще я хочу сказать по поводу карт когда-то один очень мудрый человек сказал так что если хочешь быть счастливой никогда не гадай уже поэтому то что я тебе сегодня нагадала это чисто было от души ради забавы самое главное чтоб вас не ожидал казенный дом вот это сам дом казенный брить ценой если на печальная то не дала за душу мы знаем что казенный дом террас при находится по улице роза лексю на мой взгляд я лично скажу вам огромное спасибо за гадание слова приятные надеюсь так у меня и будет вам мы будем аплодировать подожди секундочку а я за закаткой сейчас газ конец прибежит маринованные соленые возьми что есть пока вася убежал по спец заданию мы хотим вам сказать от всей души огромное спасибо приятный диалог приятное общение приятный человек и примите от нас с василием отношений вам ну хочу о приятный букет от клуба энтузиастов 1 пренестровского вот будьте такой же лучезарное то что вы счастливая на сегодняшний день это говорит о том что вам никто никогда не гадал и не занимайтесь и спасибо дать поаплодируем нашу года это вам спасибо как говорил казимир малевич своей супруге казимире это правда ее так звали игру родная пора закругляться так и наша программа подходит концу но следующем выпуске вы увидите поход по секонд-хендом с роберта ковали в нашей рубрике шоупинг за 15 рублей не пропустите экспресс опрос у жителей столицы как съесть банан если он надувной и эксклюзивное интервью с гаем ричи ответ на вопрос гарри ну как там мадонна это была программа отрывной календарь будьте с нами и нам станет чуточку но не забывайте что праздники нужно отмечать пока-кашечки но веселее неправильно но веселее но поспорировала ложечку но веселее нормально а